Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях Четвёртое апреля Василий Солнечник, Василий Тёплый, Василий Капельник Своё прозвище Тёплый Василий получил за то, что в это время на всей территории России уже заметно теплело. А солнечником Василия называли потому, что в этот день крестьяне по солнцу загадывали о будущем урожае. Если во время восхода вокруг солнца виднелись красные круги, то год обещал быть плодородным. В старину хозяйки новоселья Солнечника пекли калачи – пшеничные хлебцы, своей формой напоминающие солнечный диск, с которых в этот день начиналась любая трапеза. Калачам на Руси всегда относились с большой любовью. Их подавали и к царскому столу, и в бедных домах. Знак особого расположения царь посылал калачи в дар высшему духовенству. Вообще к хлебу у нас всегда относились с большим почтением, почитая его как божий дар и символ достатка, изобилия и материального благополучия. Чаще всего на столах наших предков можно было встретить ржаной хлеб. Связано это было с тем, что ржаная мука была намного дешевле пшеничной. Однако существовал особый вид ржаного хлеба, который не могли покупать каждый день даже очень богатые люди. Назывался он боярский. Такой хлеб пекли из муки особого помола, свежего масла и сквашенного, но не прокисшего молока. В тесто добавляли всевозможные пряности, которые могли стоить очень дорого. Богатые люди покупали так называемый крупчатый хлеб, приготовленный из тщательно просеянной пшеничной муки. Кто победнее, покупали ситный хлеб, мука просеивалась через сито. Или решетный хлеб, мука просеивалась через решето, который, как правило, был не очень хорошего качества. Самым плохим считался пушной хлеб, который пекли из непросеянной муки, называемой мекиной. Если же случался неурожай, то в муку добавляли перетертые морковь, свеклу, картофель, а в крайних случаях – желуди, кору дуба, лебеду и крапиву. Пекари на Руси пользовались большим уважением, но в голодные годы за ними велось непрестанное наблюдение. Тех, кто портил хлеб и продавал его на сторону, сурово наказывали. В этот день самые наблюдательные загадывали об урожае. Когда на сходе снега на почву ложится паутина, лягушки вначале заквакают, а потом замолкнут из-за вернувшихся холодов. Будет помеха хорошему урожаю. К 4 апреля обычно зацветает орешник, лещина и медуница. А еще говорили, как не горяч Василий Капельник, а кафтан скидывать рано. Шкура сходит со зверей, а снег с полей. Василий Солнечник капелью велик. И поэтому, собираясь куда-либо, не забудьте оботься соответственно погоде. Ведь Василий хоть и слывет солнечным, а на улицах от этого суши не становится. Апрель снегогон дороги рушит, а кругом ручьи да лужи. Воды столько, что она уже ночами снится, начинает. Кстати, видеть во сне чистую воду, благополучию, изобилию и богатству. Мутная вода предвещает горести и печали. Вода холодная, ледяная, означает здоровье. Теплая – болезнь. Упасть в воду – избавиться от неприятностей. Ходить по воде – знак торжества и успеха в задуманном предприятии. Собирать, черпать воду во сне – значит в скором времени приобрести что-нибудь полезное. Нести в разбитой посуде и не расплескать воду – предотвратить намечаемое в Вашем доме воровство, а не удержать и пролить хоть немного – к неизбежной потере. И, наконец, слышать во сне журчание воды – есть знак пустых слухов, на которые ни в коем случае не стоит обращать внимания. Впрочем, согласно бытующему в народе мнению, далеко не все сны сбываются. Главное – уметь осредоточиться на приятном, а о ночных кошмарах постараться забыть побыстрее или на худой конец сменить подушку и лечь спать головой на восход или на север. Но самое верное средство, помогающее избавиться от неприятных ощущений – это труд. Чего-чего, а дел в апреле хватает. Хороших снов и Боги Вам в помощь, славяне! Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok